Вот они, наши чудо-богатыри Я говорю, наши чудо-богатыри Проходите, проходите Проходите, проходите Сестра, проходите Туда, туда Виктор Андреевич, ты не закрывай, наоборот, побуждай, чтобы забить этот проход Это первое? Да, ну, показать, что-то откуда есть Вот эти, да, вот эти места, быстро Ну, эти два Это вот, чтобы очень четко, ясно, до конца просчитать И вот это вот, это благодать Проходите сюда Проходите Задавайте сюда Задывай тот конец Поплотнее друг другу Нина А там, вот, нет, оттянут Поздравляю, счастлив Можешь вот сюда выйти? Да, пожалуйста Да, пожалуйста Да, пожалуйста Пора донуть Пора донуть По три минуты По три минуты Ирина, что стесняешься, проходи Все, что ли? Все, что ли? Дальше, кто-то есть? Поехали 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 Приди, селися мы, и очисти мы от всяких скверных, и спаси Благо Души нашу. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, пребудь с нами. Наполни наши уста, сердца и мысли наши хвалой Тебе благодарностью. Тебе слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Просьба такая, чтобы на веранде лампа горела, когда темно, перед службой, чтобы они не упали там, Игнат Тихонович. Я готов еще одну дополнительно платить за дом, за задержание дома, чтобы не было у нас еще беды этой. Пусть стоит кто у нас вот здесь на воротах, что называется, на дверях. Он, как только начинается служба, он выключил бы эту лампу и все. Вот просьба такая, не только от меня, но и вот от наших бабушек. Батюшка, спасибо, что денег не хватает. Ну что сказать вам? Вы же уже знаете, что было обращение ко мне благочинного, того родинского, как благочинное, на территории которой мы находимся, что помочь ему с благовестием, что поступило указание от епископа, чтобы в каждом приходе был миссионер. Но у меня, говорит, таких нет. И по благословению епископа он тогда обратился, чтобы мы помогли. Договорились, и братья туда съездили. Были братья, значит, сестры были. Воскресенье было, прошедшее воскресенье. Как было там что, это могут рассказать только они, кто были. Но я разговаривал уже с ним, он очень доволен, хорошо, говорит, все очень это прошло. И люди очень довольны. Были, говорит, рады люди, с которыми имели они беседы, встречи. Вот. Как будет дальше, не знаем. Будет ли дальше это еще продолжать, а пока? Нет, зимой, конечно, это очень трудно. Все-таки расстояние почти 250 километров в один конец только ехали. Ехали. Зима. Летом будет легче зимой, конечно, всегда это, полегче будет зимой. Летом может кто-то из потеряевки там еще присоединиться. А зимой мы просто по климатическим этим условиям и по расположению, где мы находимся, мы не можем этого сделать. Ну вот такие. Пока нет никаких больше, нет епископа, ни от кого, нет никаких других там что-то известий или отзывов на это пока нет. Ждем, что будет. Он здесь благочинный, должен теперь рапортом доложить епископу, как это проходило там, что было. А тогда уже, может быть, что-нибудь и будет, какие-нибудь отклики на это. И далее. Ну вот это самое главное такое, думаю, что событие уже наше. Ну а остальное все, деревни у нас все благополучно. Все живы, здоровы. Снегу много, мороз есть маленько, все очень прекрасно. Снег не как у вас, белый. Дыма такого нет. Вчера поехала больных причащать. Ну что, едем, прям туман там, считай, чуть не за 100 метров ничего не видать. Как одеяло какое-то накрыто. Как вы только живете здесь, не знаю. Просто это... Вашими молитвами. Выбиваете просто, правда, это что? А мы выйдем, чистый воздух. Вечером вышли. Звезды, вот знаете, на небо. Все, негде, говорится, зернышко упасть. Вся небо в звездах такое. Пока еще у меня я вижу много звезд. Как наша мама говорила, говорит, ой, скоро, говорит, все, уже, наверное, это конец скоро будет свету. А что? А мне, говорит, бабушка говорила, что вот это... Как на небе звезд будет мало, так все. Христос скоро придет, значит, конец будет. Так вот сейчас, говорит, я помню, говорит, когда в гехах была, то звезд было, говорит, все небо в звездах. Усыпано, а сейчас только там звездочка, там, там звездочка. А приехали, машина была там из города, проверяли ветеранов. Здоровье все там, зрение там, сердце проверяли там. Ну и она пошла проверяю, ну и приходит. Ну и что? Добрая сказала, бабушка, у тебя правый глаз совсем не видит, а левый там 15 или сколько-то процентов. То есть поэтому звездочек стало мало. Но я смотрел пока, мне еще много показалось, что усыпано еще. Ну вот так, такое, так все благополучно. Следующее исповедь, кто еще не исповедался, готовьтесь, будет 3-го числа. Если жив, здоров буду, годно будет Господь, значит, в субботу будет 3-го января. Вечером будет исповедь, 4-го, так же будет Божественная Литургия. Вот, это перед Рождеством последняя исповедь будет. Поэтому кто еще не приготовится, готовьтесь и еще исповеди. Кроме, какие вопросы? Слушаю вас. Не можно будет исповедоваться? Ну, только до 3-го доживешь, дотерпишь? Ну, если Господь даст. Ну, дотерпишь до 3-го? Ну, живи. Конечно. Посмотрим. Мы ее побережем. Поберите. Так уже, слишком ей не досаждаю, чтобы она дотерпела. Ну, и как-нибудь Владимира Андреяновича хоть это приведите. Что ж его? Втроем-то вы как-нибудь его уже усватываете. Ну, что ж он сидит сейчас один там дома. Какие еще ко мне вопросы есть у кого? А на Рождество можно в Потеряевку приехать? Можно. Можно. Приезжайте. Только делайте организованно в один день. Чтобы... Зараз. У нас Рождество будет в какой день? В среду. В среду. Значит, чтобы в понедельник вечером. Вот. В понедельник вечером или в воскресенье там. Чтобы уже приехали. Во вторник уже никто встречать не будет. Потому что мы будем молиться ночью. Поэтому заранее. В воскресенье или в понедельник вечером. Кто желает, может. У которого есть еще. Могуче пока. Приезжайте. Приглашаем всех. Так. Еще какие вопросы? Ничего нет. Ну, все. Дальше разбирайте. Какие у вас что есть? Я все. Спасибо. Спасибо, Христос, батюшка. Спасибо, Господи. Поскольку батюшка уже начал о событии, которое на прошлой неделе было самым важным, я считаю, дело благовестия, миссионерская деятельность. Тем более по просьбе представителя МП. Я полагаю, что мы послушаем, как совершалось это благовестие, миссионерская деятельность. Регламент такой предложен. По три минуты участникам этого события. И главному, старшему, пять минут. Десять. Сергей. Я три минуты старшему свои отдаю. Да? Хорошо. Восемь минут уже. Нет, вам надо выставить первое. Нина Александровна. Нина Александровна, говорите. Вам начало надо рассказать. Начало, то, что мы думали. Пашу, вот это обязательно. Ну и вообще как, начали? С вечера мы получили от нашего наставника, Игнатия, наставление такое напутствие нам, потому как он испытывал некоторые волнения и заботу об этой поездке. Как-то все сложится, поэтому он нас наставил. Но мы постарались выполнить то, какое мы получили наставление. Во время путешествия туда, даже во время пути, уже как мы выехали утром рано, и во время пути мы совершили сначала утреннее правило, помолились, помолились, а потом у нас как бы был такой некий тренинг. Мы стали уже размышлять, а как нам, о чем говорить, что сказать, на что опереться, что взять за главное и основное. И так как-то вот получилось, что правда у нас вся дорога была вот, именно даже у нас не было времени вот такого свободного, а все время только мы были в том, как мы будем, вот, как эта встреча и о чем сказать. Ну и потом я просто так вот стояли с Валей, когда мы-то уж так сбоку, а главное это у нас Игорь, он был и старшим, кроме того. И он говорит, мне это помогло. То, что мы дорогой не рассыпались, о чем попало не думали, а вот как раз вот это и дало ему вот такой настрой и этот толчок о том, что, и как сказать, встретили нас очень хорошо, дружелюбно, приветливо, по-братски. Вот даже второе место наше пребывание, там нас встречали, нас обнимали, целовали с такими восторгами. Как ангелов нас проводили, я даже сразу не поняла, куда это нас завели, оказывается, нас в храм завели, там так вот. В часовню. Да, в часовню, не храм, там я алтарята так и не увидела потом, только до меня дошло, что это не храм. Вот. И там, когда мы туда прошли, и там нас опять окружили, и там нас целовали, там нас приветствовали. В общем, настолько было все благословенно, что вот об этом брат ей подскажет. Валентина, есть слово, Валентина Павловна. Добавьте, что ли. Ну, ой, когда пока мы сколько проповедовали, ездили, вот такого теплого отношения нигде я не встречала. Нигде. Сколько вот мы по деревням ходили, сколько... Ну, здесь мне вот удивило, в Романово, конечно, люди более сдержанные были, но дружелюбно тоже к нам отнеслись. Вот что значит, что батюшка людей подготовил, что он пригласил, и они уже нам поверили, что мы приезжаем с благовестием, с добром. И нас очень так хорошо встретили. А когда вот там батюшки против нас были, конечно, и люди против нас были. Вот это, конечно, меня очень, как бы, восхитило. Мне это очень понравилось. Впервые за все проповеди вот это вот так было. Бося Христос. Андрей, без которого бы эта поездка не совершилась... Сейчас, сейчас, я добавлю немножко. Значит, все хорошо, но сказал батюшка там и другие, что огорчение получилось там, что они приготовили обед попокормить вас, а вы отказались. Вот. Ну, что, говорит, так, говорит, ты знаешь, дорога, что-то отказались. А люди приготовились, чтобы вас покормить. В таких случаях вы как-то имеете благоразумие. Вот. Вам не трудно было бы там время, ну, 20 минут. Побыстрее там еще поели, ну, все, а это так получилось. Значит, вот здесь вы как-то немножко не попашились. Братьям кому звонил, братьям говорят, а сестры сказали, не будем, поэтому мы послушались. А мы, говорит, сестер слушаемся. Это в тренинг не входило больше. Ну, я говорю, раз все, сестер, слушайтесь, тогда уже все хорошо. Можно я тогда скажу, как было оправдание. Мы получили наставление, вот, вы все сделали, садитесь быстро в машину и уезжаете. Уже темнелось. И нам не сказали, что люди нам приготовили еду. Мы-то думали, мы в кафе чай попили, и на этом у нас все. И мы с Ниной-то смотрим, Андрей тоже торопится. Дорогу уже далеко. Она кормила кислым борщом. А почему? Спрашивает, кислым борщом-то кормила. Ну, а сказано, что продукты, чтобы не пропадали. Он остался, но другой не оставила, что не вылила. А теперь это. Ну, не это же сказал ты, чтобы не пропадали. Не кислым борщом-то кормить. А свари сколько надо. Так вам дали наставление, что вы лишний раз там не это. Но вы уже по остановке-то будьте. Там более. Во всем покажи рассудительность, да, дочка? Андрей, давай, это классно. Ну, скажу одно. Я свои три минуты отдаю брату Игорю. Одно скажу, что мы проехали общее количество километров 650. Ничего себе. Ну, а я рассчитывал, что 250 думал. 650. Ну, я хочу сказать, что несправедливо все минуты на меня взгромозили. Это мне надо сейчас опять говорить проповедь. Там много не говорили. Поэтому я все минуты эти, конечно, вам возвращаю, братья. Если бы не наше, как говорится, братское общение. Там не то, что Нина Александровна говорит, что вот, главное, там Игорь, он старший. Я сразу старшинство всего мне ни Александру не отдал. Она сразу бразды правления, как взяла с первой минуты, как зашла в машину. И не отпускала до самого последнего. Потому что она старшая была. Ну, я думаю, ну, пускай старшая. Ну, Господь, видать, так делает. И ты, главное, что она меня чем покорила, говорит, а ты в интернет когда в последний раз заглядывал? Я говорю, когда? Да никогда не заглядывал в последний раз. Мне вот Володя интернет рассказывает, что есть. У меня интернета нет, мне сделать его не могут. Некому делать. А я не хочу, чтобы безбожники мне делали. А Витя, что-то, то ему некогда, то не, это. Ну, в общем, короче, не берется пока за меня. Я бы, конечно, с удовольствием имел интернет. Ну, вот так вот, нет у меня интернета. Она говорит, а вот последний раз Игнатий Тихонович там беседовал, вот о том-то, о том-то беседовал. Я думаю, о-о-о, понятно все. Ну, думаю, пускай она рассказывает. Расскажите, о чем беседовал. Она начинает рассказывать. И так все это, оказалось, способствовало все тому, что куда мы едем. Потому что, куда едем, во что едем, непонятно же вообще. То есть, звонит медник Константин, брат, и говорит, я там созвонился с отцом Олегом. Я думаю, вот это здорово. Я просил у батюшки телефон отца Олега, мне не дали, чтобы поговорить с ним впрямую. Мы же там будем. И вдруг Костя звонит и все рассказывает мне. О чем там? И отец с отцом Олегом, да так справно побеседовал. Я думаю, ну от Господа, наверное. Потом уже Игнатий Тихонович спрашивает, а как туда Костя-то попал? Я говорю, понятия не имею, как он попал. Но вот он активность проявил такую. И она, видать, поспешивствовала. Потому что получилось-то так, что не я один-то вообще был. Нас зашло, во-первых, много. И сестры здесь в платках. И батюшка уже там, я сел в самый угол, подальше там за всех. И когда у них собрание прошло такое короткое, минут, может быть, на 12-15. И он говорит, а кто тут у вас старший? Я там пока выбирался, выбирался. Все уже, да вот Игорь, Игорь. Но Игорь выходит такой Игорек и вышел такой. Игоречень. Ну все поняли, конечно, что ясно, что это старший. А я, во-первых, у меня нога, колено до такой степени разболелось. Оно в скрученном положении у меня, столько времени находиться долго не может. Хоть машина у брата отличная, но ехали очень долго. И все время подмораживает, все же дует это. И у меня это колено еще, думаю, как же это... Ну Господь-то как-то сподобил. Во-первых, такое волнение у меня было. С чем связанное волнение-то, когда вот я начал говорить слово-то? Во-первых, не знали, о чем говорить. И батюшка вот так сразу спонтанно вышел, сказал проповедь. Вот это у них собрание прошло. И потом... А, ну я тут не... Я не думал, что вы будете говорить здесь при людях. А там людей стоит. Ну, было человек вообще, наверное, 60. Часть ушла до того, как вообще началось что-то. И мужчины были, причем и маленькие там были эти ребятишки. И молодежь была. Ну и так, такой возраст. Я бы не сказал, что... Вот как вот у нас приблизительно возраст. Да, только, конечно, братьев поменьше. И он говорит... Я говорю, а до этого мы даже с ним ни одним словом не перемолились с батюшкой. Вот Нина Александровна ничего не сказала про себя. А мы так решили, решали. А как так сказать, чтобы это было и нашему батюшке, конечно. Ну, как бы не в нарекание потом. А то наговорим здесь. Начали говорить, а что если о зарубежной церкви там рассказать. Вот кто мы такие там. Сказали же, что немножко себе рассказать. Нина Александровна сразу говорит. Ни в коем случае ни одного слова о зарубежной церкви не говорит. А если вопросы будут задавать. Ну, так, порешили. Если вопросы будут задавать, то коротко ответить. Коротко. Ни в дискуссии не вступая. Ни в какие там эти теории не развивая. Ну, это договорились, в общем, все. Ну, это и правильно. Но я еще потом говорю. Нина Александровна, ну, все-таки вдруг действительно батюшка с чистым сердцем. То есть вот нашелся такой батюшка и пригласил просто с чистым сердцем. Не для отмазки какой-то. Не то, чтобы пофартить кому-нибудь. А просто он решил посмотреть. Ну, как же это все. А потом оказывается, когда мы беседовали с ним, там этого нет в интернете. А мы между, когда ехали, я у него в машину сел, задавал ему вопрос. Он говорит, я, говорит, три года здесь пытался ввести. И вот некоторое время назад он как бы попытки эти бросил. Ввести занятия. Он слышал, видать, от нас где-то о занятиях. Ну, когда у батюшки-то работал. И решил ввести, говорит, ну, чтобы читать там все. Сначала, говорит, собралось много людей. А потом через несколько занятий, говорит, упало до нуля. Некогда. Они все начали, говорит, отнекиваться. А летом вообще никого не найдешь. А зимой тоже начинают придумывать. То холодно, то простылит, то насморк, то плохо стоится, то не так сидится. Ну, в общем, все то же самое, что и везде оказалось. Не смог он ничем не удивить, никак. И, видать, эта забота его вот все и гложила. Да не видать, а так оно и есть. Потому что он так и сказал. Вот это забота именно о своем батюшке. И получилось все с точностью, да наоборот. Не так, как мы думали, что там где-то епископ надавил или патриарх. Но он сам, видать, об этом всегда думал. По всему, видимо, да. Так, что и было. Потому что встретил у нас совершенно спокойно. Такое впечатление, как будто он даже и не священник. Он вообще делал так, как вот Игнатий Тихонович делает часто. Взял так, ушел, ушел в самый уголок. Я слово говорил, он сначала тут стоял, а потом я поворачиваюсь, его нету. И он так, чтобы с глаз подальше. А потом я в конце, только когда заканчивал слово, смотрю, он там в самом конце, отвернулся, вот так вот стоит, видать, молится, но далеко. Ну, в общем, поступил совершенно, как бы поступил любой из тех людей, которые не хотят смущать, когда человек первый раз приехал. Ну, то есть, вот так вот было. И я тогда же понял, что он специально людей не оставлял, чтобы ушли те, кто, ну, как только туда захожане. А остались именно те, кто выверенные такие, ну, которые не подадут соблазна. Ну, это и не было никакого соблазна. Почему сестра ей говорит, что приняли это дружелюбно? Никто не возмущался, ничего. А я там говорил и о крещении, говорил, и о вере. Я вообще все поставил вопрос о вере, то есть рождение свыше. И хочу сказать, что смотря в глаза людей, которые стояли передо мной, видно было, что отклики нашлись, вот именно вот здесь, в этом храме. А вот потом, когда мы выступали, приехали уже говорить слово, вот в это, как его, Сидоровку, там очень много бабушек. И бабушки своими взглядами растворили, я вообще не понял контингент, о чем говорить, я даже не знал. Я вижу, что, и думаю, ну, буду о том же говорить. Только единственное, у меня была заготовка к христианам. Говорить о заботе Божией. Ну, то есть, Господь заботится о нас. Ну, так с простоты начать. Ну, я вот так вот начал, я там думаю, как Господь вывезет уже. Ну, и опять я говорил о рождении свыше. Ну, погляжу опять, думаю, ой-ой-ой, о рождении свыше разговариваем с кем? А потом сестры меня успокоили, говорят, да-да, надо. А Михаил Кальмаев вообще уже меня, как говорится, совсем уверил. У него уж маме 85, и то она все понимала, и это они беседовали, я думаю. Ну, тогда уж о рождении свыше правильно, что начал говорить. Потому что, ну, я бы, я бы, вот максимум о чем бы рассказать, о страданиях Христа, что вот Христос это наш Господь. Ну, я так понимаю, что батюшка их подготовил, а они знают, что Христос наш Господь. Хотя и по сей день я не уверен в этом. Ну, то есть, я немного... Вот, вот, это опытно должен быть набираться. Вот то, что Игнат Тихонович говорил. Надо было немножечко, как бы, на две половины, на две части разбить свое выступление. Но не получилось. Ничего сделать не могу с этим. Не переломил. Ну, вот Нина Александровна зато дополнила от себя в простоте, рассказала, как вот она со своим мужем ведет духовную брань, будем говорить, которая, в общем-то, иногда и какие-то победы есть. Ну, такие благоприятные исходы этих бесед. Вот. Ну, что можно сказать, вот, по-первыхому? Брат говорит, 650 километров мы ехали. Да, конечно, далеко ехать. Но посмотреть на то, на первого священника, который пригласил нас. Единственное, что, конечно, хотелось бы знать заранее, с кем беседуешь. Это раз. Ну, вот он сказал, я, говорит, теперь понял. Он, когда мы прощались, он говорит, я понял. Надо, говорит, встречаться. Я ему говорю, вы понимаете, у нас не так должно было все состояться. Я говорю, ну, я же не лектор. Я говорю, я могу долго говорить, очень даже долго я могу рассказывать. Ну, я же, зачем я вам буду пересказывать Библию, которую, конечно же, у меня разум не вместит во всем совершенстве. Когда мы можем взять, открыть ее и читать. Ну, почему, я говорю, до этого никогда дело-то не доходит. А я и пытался до этого дело довести. Я думал, сейчас скажу, там, минут 10. И раз за стол сели, открыли учебники и начали. Ну, мы начинаем заниматься, а тут народ, как бы, глядишь, кто-то активный есть. Ничего этого, конечно, не получилось. Все сидят как замыленные. Я опять начинаю о том, что вот какая литература, вот святая Библия. Давайте сядем сейчас, начнем. Все сидят, улыбаются, кивают головами. И никакой инициативы нет. А потом я спросил этого Юрия, который там был, вот в Сидоровке. Он у них активист. Его даже представил батюшка, говорит, вот видите, говорит, Игоря. Он на меня показывает. А не, ага, видим. Вот, говорит, он такой же, как Юрий. Только Юрий без бороды. Вот это, думаю, представил. Думаю, ничего, Юрий, думаю, молодец, значит. Вот это, да. Думаю, такой же, как я. Ой-ой-ой. Вот это я встретил себе двойника. Только что-то не очень похоже. Но потом оказалось, что батюшка немножко, как бы, Юрию дал блеща такого, чтобы он... Потом оказалось мне так. Я говорю, Юрий, ну, что же вы это, соберитесь здесь хоть втроем хотя бы. Вас же тут, гляди, сколько человек. Человек пятьдесят у них было в Сидоровке. Он говорит, что втроем? У-у-у, да вот что ты втроем, как это можно собраться? Нам никогда, некогда, никогда. У нас вообще свободного времени ни секунды нет. Я говорю, чем вы тут так заняты, ни секунды нет? Ну как, это вы там в городе там можете... То есть у них один ответ. Поехали, губерния плясать называется. Ну я, ну что я могу сделать? Раз вы не можете собраться и начать изучать Слово Божие, то и Царство Небесное будет для вас только как мираж в пустыне. Что-то там есть вроде бы. И интересное даже, цветное. Можно похлопать. А обнять не обнимете. И не порадуетесь до конца. И в конечном итоге от засухи помрете. Ну что может? Надо, говорю, собираться, по-другому никак. Ну а нет. Давайте на следующий раз еще, давайте на следующий раз. Ну у меня такое сразу сомнение взяло. Ну на следующий раз я могу приехать только, чтобы сразу занять. Все, уже все сказано, о чем еще говорить. Ну а в этом, в Романово, там где молодежь, тех вообще сразу надо брать с собой и пошли по Романово благовествовать. Все. Ну молодежь, ноги сильные, молодые, крепкие. Пускай уже сразу смотрят все. Ну а от чего хотел батюшка? Ну только не того, чтобы научиться благовествовать. Это однозначно. Он понятия об этом не имеет. Ни одного вопроса не было о том, как он там, допустим, а, вот миссионерство, вот у нас правильно, неправильно, вообще нету этих вопросов. Он так сказал в начале, когда говорил, они храм новый строят, он говорит, вы что думаете, храм это самоцель построить, вот храм нам этот? Да нет, конечно. Главная цель у нас привлечь как можно больше людей вокруг храма, чтобы было. Чтобы там кто-то копеечку дал, там кто-то помог в строительстве. И тогда человек прикипит к храму душой и сердцем, и уже это будет его храм. А? Ну это я только так говорю эмоционально. Если бы я так говорил, может кто-то и пришел. А он-то не так говорит, он-то поспокойнее. Поэтому, видать, мало кто приходит. Ну и действительно, конечно, когда ты туда вложил что-то и так далее, это всегда, ну, как бы твое, и ты уже можешь что-то показать. Вот Золотухин постоянно рассказывал, как он там церковь построил, до самой смертной гробовой доски. Это у него был, ну, его факел такой, он впереди и нес всегда. Ну и это понимали многие. И понимают батюшку. Но так приобрести людей, а Татьяна Павловна вот в Тогуле, она думала всегда, и батюшка тот тоже местный, Вячеслав, он думал так. Чем выше построится этот, часовня, и колокол главное будет, тем больше народу соберется. На полном серьезе, на полнейшем. А есть люди, которые говорили, чем будет такой велелепный храм, чтобы там он был такой золотом, чтобы украшен был резьбами. Вот тогда, говорит, люди соберутся туда. Я думаю, а зачем они, почему это? И вот мы тут как-то с братом рассуждали, и потом поняли. Замена благовестия, везде замена благовестия. Глядите, это, как можно больше храмов. Что? Путь к храму. А как понять путь? Ну, дорога. Все дороги ведут в Рим. И они кто-то из православных, тех далеких еще, придумал. А давайте на каждую дорогу поставим храм в конце. И человек идет, бац, в храм уперся. Все. И он уже, и не надо к нему ходить. И правда. Человек куда-то же идет, он всегда в дом попадает, правильно? И вот эта мысль, когда вот окрылила нас, вот эта поездка дала эту мысль. Так вот, чего они хотят. Они хотят в каждой деревне сделать, чтобы было побольше храмов. В городе, чтобы на каждом выезде были храмы в центре, везде. И человек куда не пойдет, везде в священников упирается. Священник стоит только, а народ в него напирает, напирает. Но это даже патриарх уже понял, что не так. А священник, который нас пригласил, думает все еще, мыслит только об одном. Строительство храма, вот побольше туда слепилось, как атомы, вот туда, есть такие катализаторы, называются. И вокруг там атомы, и получается какой-то процесс химический. И они думают, что вот этот процесс веры, именно через это. А мы тут начали рассказывать о вере по Слову Божьему. Показываем книгу, Библию, живая книга. Показываем, как она одушевляет, как она нас заставляет идти, трогает нашу душу, переворачивает нас, обращает, делает другими. Конечно, он потом вышел и говорит, видите какие, они вообще говорят не так, и не то вообще, и такие мысли, что вообще для нас непонятные. Ну а баптисты, конечно, я так по интернету понимаю, думаю, вот это да, как это интересно православным этим, баптистам удалось залезть к православным. Да так шустренько все это, и говорят-то мысли все наши, но только баптисты думают, когда о канонах-то начинаем мы говорить, что-то не то тут тоже. И поэтому говорят уже, нет, это помесь какая-то. Ну а нам радостно, и хорошо, что помесь, и должна быть помесь, это нормально. Баптисты, оно тоже переводится по православному, это крещение, креститель, крестители, погружатели, да. То есть мы за то, что погружались все во время крещения троекратно, это вот так. Ну и об этом я тоже сказал, но многого не затронул. Почему? Только скажу еще раз, потому что не было обговорено с батюшкой, о чем бы он хотел слышать. И все вот эти проповеди, которые я говорил, или проповеди, или как беседы их назвать, они все спонтанные, вы понимаете. Но Игнатий Игнатий так и сказал, а кто там будет, я говорю, да верующий будет. Он говорит, а это вообще легкотня, все понятно. Ну то есть тут говори хоть о чем, люди знают, что Слово Божие это Библия, и что Христос это Бог, все остальное, что там еще, спорить мы не будем уже дальше. А они конечно там меньше знают, чем мы, тем более такая подготовка у нас, занятия поставлены идут, Слово Божие разбирается, тут благовестники, братья, да и на благовестия ходим. Перед этим вон в электричке ходили, тоже там интересно, там люди вообще практически неверующие, или около церковно верующие, такие странные вопросы задают. И ты начинаешь, ну и прямо тут же из своей головы доставать это, и вот получаются как бы такие наработки уже, которые потом конечно пригождаются. А здесь, когда все верующие стоят, так они уже братья, сестры их называешь, и даже у меня, я называю братья, и у меня совесть меня не осуждает. Ну потому что люди стоят, молятся, только что там причащались, ну о чем можно еще говорить. Ну да, получилось так все, такое впечатление, я так и сказал, говорю, вот об этом, говорю, у нас все время была мечта, чтобы была дружба, чтобы была любовь между общинами. Это и есть церковь, община, 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 церковь Христова. А батюшка говорит, у нас сейчас как-то все по-имперски, вот читаешь деяния святых апостолов, у них-то как-то не так, это же было, все попроще. То есть тоже доходит, почему? Потому что читает Слово Божие священник, и уже говорит по-имперски. Ну понятно, там сидит, ему дали разнарядку, нам давай сюда деньги, а он справиться не может сам, концы с концами. Людей много, до всех нужно слово донести, и вот вышел он проповедь говорить. И уже вижу, волнуется, о чем говорить, как, кому обращаться. Нету ни пособий никаких, подготовки конечно у них этих не было. Ну есть там у них в семинарии подготовка как бы проповедников, там наука о слове. Ну чтобы не знать цели, о чем сказать, это так сложно говорить. Слово, вот мы послушали немножко, брат говорит, о батюшка-то, говорит, ему тяжело было. Он до такой степени, говорит, к людям обращается, опускаясь до них, что, говорит, аж корежит душу. Вот мы привыкли-то к тому, что у нас полет идет какой высокий. По слову, да, по златоусту-то куда взлетели, чуть не к небесам. Но люди пытаются некоторые стащить за ноги даже с небес. Но там никто не пытался, все приняли с удовольствием. Но могу так сказать и добавить, вот все, как он, все даровки в этой. Батюшка как-то так их нас представил, что они нас ждали, как ангелов. Когда вышли из машины, Сергей не заснял, всех облепили, обнимали. Я туда зашел, так вокруг меня образовался такой, как бы, такой круг. Я там как в центре стою, они все кланяются, улыбаются, руки вот так тянут. Вообще, я так не понял, я такой, мир вам. Быстренько, быстренько. Быстренько, не снимали. А это там, в Романово, девушка тянется вот так ко мне, вот так прям руку тянет. Как это, в Орле из этого веет. Я так отстраняюсь, а тут вешалка. Вешалка, я думал, она тянется за пальто. И вот так, раз, я отстраняюсь, отстраняюсь. А у меня вот так тут рука, я свою куртку беру. Она вот так тянется, я ничего понять не могу, я такой уже извернулся весь. А она высокая, такая девушка, стройная. Она говорит, да я хочу вам руку пожать. Я говорю, а понятно. Я встал так, она такая, смотри, а что, руку жать нельзя, да? Я говорю, ну мы же православные, мы должны или поклониться, говорю, или вот, и все. И поблагодарить. Она, ну спасибо вам. Я говорю, только не спасибо, а спаси Господь. Или спаси Христос. Или спаси Господи. То есть это она, а ну, благодарю, все. И вот чем убежала. Ну то есть, да, вот такие. А потом, как только я начал говорить первые слова, и бабушки сидели вот такие умилительные. Знаете, когда бабушки умиляются, они такие мучики у них, как у дедушки Ленина вот это рисуют. А когда я сказал первые слова, а я же начал говорить о заботе Господней. И сразу взял книгу Библии, показал, говорю, видите, какая толщина, это все нужно знать. Много же нужно знать, они, да. Ну невозможно, Владимир, невозможно сидеть. Я говорю, а если бы, говорю, вам вот полный стадион сена для вашей скотины давали бы, забрали бы все бесплатно? Конечно, забрали. Я говорю, вот видите, а Господь сколько нам приготовил корма, так глядите. Это хорошо, говорю, что она такая толстая. Это, говорю, спасение наше. Так еще прижал, поцеловал ее. Но вижу, что они в серьезный лад настроились и смотрят уже, что ого-го, тут что-то не то. Не то, что как-то батюшка до них донес. Батюшка так донес, видать, доходчиво, что они подумали, как мана небесная, а тут явно, что возлагают какие-то бремена неудобоносимые. И так они до конца серьезно дослушали. Я думаю, ну где же будет тот последний шаг, когда все-таки приезд наши, их сердца как-то объединятся. Но это было в песнопении. В песнопении. Жаль, конечно, ни слово тронуло мое. Мое слово вообще тронуло единицы. И то в Романово. Здесь не тронуло вообще мое слово ничего. Короче, так я сказал чисто лекционно. А вот песнопение, когда сестры вышли, вот тут все вместе. Почему я ей сказал, что вот Игорь там, нет, если бы не все мы вместе, мне можно было говорить всего 20 минут. Это уж меня не остановили. Батюшка сидел, тоже не останавливал. А я говорю, сколько говорить до этого? Я говорю, было у пиесятников. Они так скажут. Когда я, там, это, присытер Илья в Красноярске. Он говорит, это, ты, брат, слово имеешь? Я говорю, имею. Он, ну тогда говори. А я говорю, а регламент какой? Он так руку положил мне на плечо и говорит, сколько Дух Святой даст тебе? О, вот это вообще. Ну мне Дух Святой дал, конечно, поговорить у них с удовольствием. Они даже там в ладоши хлопали. В этом у них как-то это, ну, поблагодарили меня. Православные, говорит, и подходят. О, продолжай дальше. Православные, говорят, да вы что, молодцы, так и надо. А я Слово Божие побольше зарядил. Там еще братья молились, сидели. Ну, картош. И так же здесь, я ему рассказал это. Я говорю, вот это, говорю, так по-евангельски, говорю, все. И, ну, по Новозаветному. И он говорит, ну, хорошо, вот сколько Дух Святой даст, только и говори, батюшка. И поэтому я говорил, а он сидит, молчит, я думаю, говорю дальше, продолжаю. Я что могу сказать, батюшка же здесь. Я не регламентирую. Поэтому, простите, я даже не знал, что там час прошел или сколько. Люди слушают. Я думаю, ну, это все для того, чтобы потом быстрее развернуть нам деятельность нашу. Я даже не успел нашу литературу им рассказать, показать, как все это делается. Потому что я не нашел сочувствия в том вопросе, который мы приехали ставить им. Это занятие, посвященное Писанию. Самое главное это было. О чем? И поэтому батюшка сказал, мы теперь, говорит, пойдем по нехоженным, по непаханным тропам. Я говорю, а что это такое? Он говорит, это там, где я бываю в деревнях несколько раз в год всего. Люди, говорит, задают такие вопросы. И, говорит, вот бабушка одна встала, последний раз, говорит, там был в какой-то там Митрофановке где-то. Далеко, говорит, километров, наверное, 60 или 70 от Романова еще. Так, говорит, не проехать, не пройти. И это, бабушка говорит, а троица, говорит, это Иисус Христос. Это, когда был, до того, как родился, был отцом, а после того, как родился, стал Духом Святым. То есть вопрос задает бабушка. Это, говорит, бабушка, которая уже читает там что-то, все, он беседовал с ней. То есть совершенно вопросы еще детские. Вот тут людям надо, конечно, нести слово чисто о Христе Спасителе. Ну, то есть настоящее уже миссионерство. Ну, а здесь как бы разминка такая произошла. Ну, и если продолжится это через отца Олега, то очень хорошо. У него в подчинении семь священников находится. Ну, не в подчинении, я спросил, как подчинительность происходит. Он говорит, я у них собираю вот эти протоколы собраний. Все. Протоколы собраний собирает у семерых. Свой протокол собраний и отвозит в епархию. То есть все. Вот благочиние заключается. Трачу, говорит, очень много времени, бензина на это все. А так, чтобы руководить духовной жизнью или что, говорит, у меня просто нет. У меня, говорит, своих, видишь, сколько. И, естественно, одна деревня, вторая, там еще где-то деревня. Ну, то есть необъятная не объять. Вопросы, может, какие-то. Спасибо, Христос, брат. Я хочу поделиться своими размышлениями по поводу этого события, о котором брат только что говорил. Во-первых, когда молился, думал, а не будет ли какой-то провокации? Там такая была мысль. Тем более, когда в субботу была высказана мысль, что вот волнение такое, да, тревога. Как там все пройдет, нашего наставника была такая, да. Вот это вот у меня было. А потом, когда приехала сестра, и я ей позвонил, она мне рассказывала, ну, наверное, с полчаса, как это все происходило. Я выделил главное, что отец Олег сказал, что теперь нужно идти по целине. То есть еще есть намерение. Так что у нас есть за что благодарить Бога, славить Бога. Брат Сергей, может, что-то добавить нам? Да, я коротко добавлю. Мы разные. Совершенно разные. И им было интересно, как вот у нас, кто мы такие. Они пригласили нас. Да, действительно было интересно. А вам интересно, что у них было на собрании? Да. Да? Да, конечно. Вот, я расскажу, что у них было на собрании, значит. Одним словом, деньги. Двумя словами, деньги, деньги. Тремя словами, деньги, деньги, деньги. Понимаете? То есть смысл. Такая вот организация, что вот они строят храм. Потратили 450 тысяч на храм и 150 тысяч потратили на добрые дела. Там кому-то кофейку подарили, кому-то там больным там что-то. Вот. И теперь этот храм нужно наполнить. Как наполнить храм, они не знают. И ему как бы неудобно. Храм-то уже есть. И строится второй. Но этот-то ветхий. Его невыгодно ремонтировать. Поэтому мы построим новый. А там в том вполне места достаточно хватает. Но не в этом. И он как бы извиняется. Мы, говорит, раньше в месяц платили 5000 рублей епархией. А сейчас 8. Поэтому вы не удивляйтесь, что у нас за записочки мы тоже цены поднимем. А за записочки это, ну, например, 10 рублей платишь, пишешь имя и за него молятся. Знаете, что это такое? Не забыли? У нас тоже записочки читаются. Можно за это деньги не взимать. Ну, брат их обличил. И одесетение святой говорил. Вы грабите Бога. И все это в открытую. Батюшка тоже говорил проповедь. И толкование свое совершенно не по фиакфилакту болгарскому. Брат Игорь тоже его обличил. Тоже меня это покорежило маленько. Ну, а люди это слушают, проглатывают все это. А у нас канон. И мы-то канонисты, что кто толкует, то вопреки святых отцов, да будет отлучен. Кто крестит не в полное погружение, да будет отлучен. Мы все это говорим смело. И, конечно, им неприятно, может быть, в следующий раз они вас и не позовут. Но если видишь брата согрешающего, выговори ему, чтобы кровь-то не на нас была. А если послушают, то приобретешь брата своего. Ну, а если не послушают, то будет ты как язычник и мусор. Спасибо, Решко. Еще много есть? Ну, я хочу сказать, что вот это. Братьев надо, конечно, нам привлекать всех. Вот и брат Андрей показал себя. Ну, что, помог очень сильно. Он и фотографировал. И деньги, которые за бензин, ну, как договаривались, он не стал брать. То есть на себя взял всю поездку, брат. Я не знаю, это надо, конечно, может быть, и помочь ему тоже. Потому что, ну, ну, сами понимаете. Но и участие он много услышал тоже. Молился вместе с нами, ехал. Я считаю, что почаще вы братья наши, у кого машины. Я еще говорю, вот у меня Господь машину-то отнял, жаль. А потом подумали, Сергей говорит, да, может и нормально. Пускай, говорит, братья помогают. Машин-то много, говорит, благовестников мало. А то бы я и ехал, еще за рулем сам вез. Еще и говорить надо. Я бы устал сильно. А так, ну, слава Богу, обратном пути тоже мы молились, ехали, кстати. И все время мы молились. И беседы были только духовные. Ни о чем посторонним не беседовали. Ни о здоровье, ни о болячках, ни о каких, ни о чем. Беседовали только о том, как нам сделать так, чтобы миссионерство воссияло. Чтоб оно зацвело, как вот цветок. Проходишь мимо их, остановился пораженный. Вот красивый. Вот это да, вот каждый остановится, посмотрит. Вот так же и должно такой запах быть от нас. Животворящий, а не мертвящий. Ну, не знаю, насколько получилось до конца. Ну, во всяком случае, мы хотели, чтобы, как Игнатик, значит, опасался, говорил, что у вас ничего не получится там. Оно ничего и не получилось, но не в этом было дело главное. Главное было, чтобы о нас осталась память добрая. И о словах наших. Посмотрим, чтобы не помешать, да. Чтобы не помешать тому, все-таки, что до этого было. Мы же знаем, что до сих пор. Стало быть, все-таки получилось. Получилось, но память осталась. И желание еще продолжить работать под целине. Я удивился, что не было в том плане, как у нас обычно проходило благовестие. То есть из дома в дом, потом собрались, и там уже беседа происходит. Может быть, это в перспективе и будет осуществлено. Все вы знаете о том, что у нашего наставника Игната Тихоновича был конфликт с Билайном. Они сдернулись его деньги, потом деньги вернули, а извинений не было принесено. Ну вот, есть письмо. Брат его покажет. И содержимое этого письма. Билайн. Исходящий номер по договору. Лапкину Игнатию Тихоновичу. Уважаемый Игнатий Тихонович, спасибо, что своим оператором сотовой связи вы выбрали Билайн. В ответ на ваше письмо от 15.10.2014 позвольте сообщить, что 15.01.2014 и 03.10.2014 на телефонном номере были подключены развлекательные контент-подписки «USSD викторина» и «Фотофлирт». Не больше, не меньше, да? Флиртует Игнатий Тихонович. Что еще можно подключить Игнатий Тихоновичу? Дают. И викторины. Согласно пункту 3 статьи 16 законом Российской Федерации о защите прав потребителя исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы и услуги за плату. В соответствии с пунктом 21 правил оказания услуг подвижной связи утвержденных постановлением правительства Российской Федерации 25.05.2005 номер 328 оператор связи не вправе навязывать абоненту оказание дополнительных услуг подвижной связи, обказываемых за отдельную плату. Имейте это в виду для себя. Сожалею, что подключение данных услуг доставило вам неудобства. Приношу свои искренние извинения за причиненные беспокойства. По вашей просьбе 14.08.2014 на номере услуга «Викторина» и «Фотофлирт» отключены. Ваш баланс номера увеличен на 170 рублей, что составляет 100% от оспариваемой вами суммы. Всего доброго. Нина Ягафарова, руководитель направления рассмотрения претензий, дирекция по обслуживанию клиентов. Вот так. То есть они самовольно подключили к ней? Конечно, они не спрашивают. Так что, благодарение Господу, что это показывает еще раз, что нужно нам обращаться. еще одно письмо. Министерство культуры Московской области. Адрес, дата, телефоны, номер исходящий. Вроде как не Игнат Тихоновичу, Михаилу Сергеевичу какому-то. Уважаемый Михаил Сергеевич, в Министерстве культуры Московской области рассмотрено ваше обращение о книгах Лапкина Игнатия Тихоновича, переданных в муниципальные библиотеки Московской области. Принимаю во внимание то, что эти книги находятся в свободном доступе в Российской государственной библиотеке, исторической и парламентской библиотеках, а также то, что библиотеки обязаны соблюдать конституционные права граждан, в частности, свободно получать информацию любым законным путем, Министерством культуры Московской области в адрес руководителей органов управления культуры муниципальных районов, где расположены указанные ваше обращение библиотеки, направлены письма с рекомендациями принять меры по урегулированию сложившейся ситуации. Заместитель Министерства культуры правительства Московской области Горушкина, СН. И еще одно. Надо пояснить. Пояснение требует, Игнать Тихонович, так что говорите. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Оставайтесь на занятиях. Да? На занятиях будет комментарий. Вот так. Ну, пояснение такое следующее, что книги Игнатья Тихоновича подали там на них жалобу. Священник не читал ничего. Жалоба эта прошла. Ну и вот по этой жалобе, теперь ее написали прям туда, по этой жалобе был разбор книг Игнатья Тихоновича. Люди там разобрались. Прочитали. И причем они как? Они не читали все книги. А они дают рекомендацию уже теперь, что эти книги рекомендованы для чтения. Почему? В библиотеке государственной и парламентской. Правительство и парламентской. Эти книги есть. И они уже в обиходе. То есть уже люди ими пользуются. Поэтому вот это вот все. Примите это все к сведению. И не надо там раздувать лишнего ажиотажа. То есть вот так. Вы понимаете? Что тут? Ну конечно. Поняли от кого исходила инициатива, что вот эти книги в других библиотеках Московской области как бы должны быть изъяты. Михаил Сергеевич. Никакой ты жалобщик или нет? Нет. Наоборот. Который занимался распространением книг, которые в Калуне. Ну зачем ты это читаешь? Итак, еще одно сообщение. 21 декабря 2014 года исполнилось ровно два года, как открыт наш видеоканал открытым оком во свете Библии. 21 декабря 2012 года. Статистика показывает, что до 21 декабря 2014 года мы выставили за два года 2289 видеороликов. И все они не перекачаны откуда-то, но лично наши. О нашей жизни, проповедях, миссиях, встречах, благовестии, крещении нашей православной, восстанавливаемой с нуля деревни Потеряевки, в нашем детском православном трудовом лагере Стане, занятиях по изучению Святой Библии на дому, в трапезной храмах, в университете, о собраниях, миссионерских поездках, беседах по скайпу, ответы на вопросы, комментарии на разные вопросы и ролики иные, и многом разном. За 730 дней, два года, мы выставляли в YouTube ровно по три видеоролика каждый Божий день. У нас 2303 подписчика на наши видео здесь. 564 882 просмотра. Наши ролики нравятся 555, не нравятся 44. Клиенты 74% мужчин и 20% женщин. Просмотрев роликов по темам об увольнении из МДА Московская Духовная Академия Андрея Кураева 26893 просмотра. Группа Дятлова Игоря погибла от бесов 19322 просмотра. Голуби мои голубятни 18327 просмотров. Вступление на канал 18947 просмотров. Чаплин Акураеви без суда осужден 8099 просмотров. Верность погибшей собаке 7204 просмотра. За долю секунды до смерти 6546 просмотров. О бороде по Библии бороду не порти 5678. Выпускаю голубей 5112 просмотров. Голуби мои любимые 4123 просмотра. Румыния, Николай Леонов, Россия, Игнатий, Война, Ложь 16 февраля 2014 года 3691 просмотров. Да воздаст милосердный Господь Бог всем, кто изобрел Ютуб, кто дает нам на нем место, кто терпит нас. Воздай им Божий добром и их путь направь к вечности, где им будет хорошо в царстве твоем. 2 Паралипоминон 6,23 Тогда ты услышишь с неба и соверши суд над рабами твоими. Воздай Вот благодарение Богу нужно благодарить за то, что есть Ютуб, с которым мы работаем активно. До многих, ну не от многих, но от некоторых такое бывает. Вот опять про этот интернет, что там, вот он один там понимает, что-то там делает. Ну вы теперь понимаете, что люди, это благовестие, это миссионерская деятельность, причем миссионерская деятельность на огромную аудиторию. Даже несравнимую с тем, что мы делали, ходя из дома в дом, ездя по деревням. Это гораздо больше миссионерская деятельность. Поэтому нужно благодарить Бога за то, что эта деятельность совершается. И наш наставник тратит много часов за исключением времени на сна, все остальное время на эту миссионерскую деятельность. Да, даст ему Господь милостью свою и даст ему здравие, душевное и телесное. Я считаю, что это не большее. Даже равной поставить нельзя. Это не так. Большее, когда ты ногами ходишь и прям с людьми встречаешься лицом к лицу. Причем с неверующими людьми. Вот это да, это я понимаю. И когда ты говоришь правильные слова по Святой Библии, тогда да, вот это. И говоришь это так, что ты всегда готов настроен на то, чтобы этого человека подхватить на руки. Молитвы там какие у тебя есть и внести его до самого Царства Небесного. Вот тогда это. А то, что здесь заходят там первый раз, все-таки нет. Гляди, 74% мужчины, это не просто так, 20 женщины. Должно быть все наоборот. А в интернете не так. Почему? Мужчины свободно там общаются, женщинам некогда, они сидят со своими семьями и так далее. А мужчины, им надо же чем-то заняться, я это понимаю прекрасно. Это тема для дискуссии, которая будет продолжена на занятиях. Оставайтесь. Нет, а еще можно минуту, я его минуту займу вас. Больные все, кто те же, а Загуляева Галя позвонила. Сегодня Лия, у ней там такой день, она выступает на фортепиано там конкурс. Ну, помолитесь, что-то у нее очень приятно. Я хочу поблагодарить всех, кто молился обо мне, кто приходил ко мне в больницу. Понимаете, как вот даже вот простой звонок, Каня, как ты там, но вот иногда бывает так нужен, что вот, ну, прямо до слез пронимает. Вот, честное мое слово. Благодарю вас, сестры, прямо поезд вам. Кланец. Достойно и текова истину, блажите тебя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херурим, и славнейшую без сравнения с Серафим, без искления Бога Слова Родчую, сущую Богородицу Тебя величая. Батюшка, благословите нас. Разойтись. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распри, от беззакония, которые втайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, что принимали мудрые законы и всех начальствующих также. Просвети и защити людей, не познавших Тебя, а брати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя из Слова Твоего, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Егова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение предстоит Троица, Отец, Сыны, Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Руки в карманы не надо. Церковь не принять. Пробки, что не надо. То есть, не упал, не поклоняйся. Не пойдет? Ну, не пойдет. Сейчас, что он упал. На, на, на.